Дальше говорит братья Имам Ахмад А также из основ сунны у нас вера, мучение, наказание могилы. То есть в могиле не только наказание, но говорится так, как говорится в общем, то есть будет наслаждение наказанием могилы. И также вера в то, что эта умма у нее будет, то есть в их могилах у них будет фитна. То есть они будут спрошены про Имам, про Ислам, кто их Господь, кто их пророк. Также придут два ангела, которых зовут Мункар и Накир. Придут таким образом, как пожелает Аллах, чтобы никто не говорил, как они зайдут в могилу, как они посадят, пришел в хадисе, что они посадят человека, как они посадят. То есть ляхда вот этот вот, который делает сам могилу, он слишком маленький, чтобы там кто-то сел. Нету никакого как. Как Аллах, Субхану Таалли, пожелает, так это и случится. Вали иману бьи, вот так же вера в это и подтверждение этого Баракалуфикума. Доводом на это служат слова Аллаха, слова Пророка, алейхи салату ассалам, истаджиру билляхи мин азабил фабр, фа инна азабил фабриха. Прибегайте к Аллаху, Субхану Таалли, от мучения могилы поистине, мучения могилы истинно, сказал посланник Аллах, салаллаху алейхи ва салам. Так же говорит Пророк, салаллаху алейхи ва салам, в другом хадисе, который приводит Бухари муслим со слова Аиши, иннаху ухи илейя анна кумту втануна филкубу, поистине мне было неспослано, или же мне было внушено то, что вы будете спрошены, или же у вас будет смута в ваших могилах. Так же приходит Пророк, салаллаху алейхи ва салам, когда, говорит, одного из вас похоронят, то к нему придут два истинно черных ангела, то есть очень-очень сильно черных ангелов. Одного зовут из них Мункар, а второго из них зовут Накир. Придут два таких ангела, которые будут спрашивать человеку. Также Шейх здесь приводит в общем, то есть указывает, что есть такой хадис, хадис Аль-Бара ибн Азиба, одного из подвижников Пророка, салаллаху алейхи ва салам, который приводит имам Ахмад и Абу-Дауд. И Шейх Арабани назвал его достоверным, но сам хадис не приводится, но мы его прочитаем, потому что это очень полезный хадис, братья, и очень важный хадис. Приводится у имама Ахмада то, что Бара ибн Азиб рассказывает Как-то раз мы вышли с пророком Мухаммадом, когда была джаназа одного из ансаров. Кто такие ансары? Мединские сподвижники. Сподвижники, которые были в Медине, когда пророк, салаллаху алейхи ва салам, переселился туда, называются ансары. А которые переселились в Меде, как их называют? Мухаджибу. И мы, говорит, были у могилы этого человека, но его еще не похоронили. И пророк Мухаммад, салаллаху алейхи салам, ваджаляс, ваджаляс на ахавляху. То есть он сел, и мы сели вокруг него. Как будто бы на наших головах сидят птицы. Почему, говорит это Ибарабин Азаб? То есть мы настолько смиренно они сидели перед посланником Аллаха, салаллаху алейхи салам, не двигаясь, не шевеляясь, слушая его. Пусть Аллах, салаллаху алейхи, вам барака даст, братья. Так как вы тихо, спокойно сидите и слушаете нас, братья. Аллаху алейхи, в Медине, братья студенты не слушают, ученых. Закумлах, хайм, пусть Аллах, салаллаху алейхи, даст вам свой барака. И у него было, то есть в руке у него была какая-то палочка, которую он так вот, если так можно сказать, тыкал в землю, то есть рисовал, или просто смотрел на землю, вот так делал. И он поднял свою голову и сказал ИСТАИЗУ МИН АЗАБИЛ КАБР ИСТАИЗУ БИЛЛАХИ МИН АЗАБИЛ КАБР ИСТАИЗУ БИЛЛАХИ МИН АЗАБИЛ КАБР Сказал дважды или трижды Прибегайте к Аллаху от мучения могилы, Прибегайте к Аллаху от мучения могилы Прибегайте к Аллаху от мучения могилы И начал после этого рассказывать Как это все будет И говорит поистине верующий Когда он будет при смерти То говорит Говорит то тогда Когда он уже будет вот-вот при смерти Спустятся к нему ангелы брать Которых будут очень-очень белые Лица И их лица будут подобны солнцу С ними будет кафан То есть саван Саван по-моему даже на русском говорится Из саванов рая То есть он будет соткан из рая брать И какой-то парфюм Какой-то то есть запах приятный Из запахов рая И они сядут от него То есть на широту его взгляда То есть далеко сядут от него А потом придет ангел смерти Который сядет у головы этого человека Как зовут ангел смерти? Да, некоторые говорят Что Израиль его зовут Но это недостоверно Его зовут ангел смерти Везде Аллах субхан Называют его Малякуль Маут И пророк Али Салат Сан Так же И сядет у верующего человека Около головы его Ангел смерти И скажет О прекрасная душа Выходи же к прощению К прощению Аллаха И его довольству И он ее То есть она выйдет И говорит И эта душа выйдет из этого тела Подобно тому Как вот в бутылке Последняя капелька Когда вы переворачиваете И вот так она вылезает Конечно Даже не слышно Как выходит И он ее возьмет И говорит Эти ангелы Которые были на широту взгляда Они придут И как только он ее возьмет Эти ангелы Даже на секунду То есть даже на мгновение ока Не оставляя у него в руках Сразу заберут эту душу у него То есть не оставят эту душу У ангела смерти И положат ее в тот кафан Из кафанов рая Саван Из саванов рая И то есть И так же положат туда Вот этот вот миск Вот этот запах И из этого кафана Будет исходить Самый-самый приятный Запах миска Который только существовал На земле И говорит И они возьмут его так И начнут подниматься То есть вместе с ним подниматься И каждый раз Как они будут проходить Мимо ряда Из рядов ангелов А мы знаем то Что братья От того что мы их не видим То что между нами То есть между небом И землей В небесах В земле Аллаху а'лам Везде ангелы Которые поклоняются Доводом на этом Слышат слова Пророка Салаллаху алейху салям Скрипят небеса И достойны они Того что Они могут Тебе этого позволить То есть они скрипят По праву Потому что нету На четыре пальца Места нету между небесами и землей Кроме как там стоит ангел Либо он стоя поклоняется Аллаху Либо сидя, либо в суджуде Либо же в руку То есть мы их не видим, братья, они вокруг нас Даже более того, как все вы, я думаю, знаете Хадис, длинный хадис Это Бухрейр, который пришел Пророк Мухаммад, салаллаху алейкум Сказал То, что не собирался Никакой народ в доме Из домов Аллаха, как это сделали Сегодня мы, иншаллаху аля Кроме как Аллах, субхану аля Неспослал им свою милость и среди них будут То есть и в этом хадисе в конце говорится Что будут между ним То, что ангелы будут Прямо промеж них, то, что даже Ступиться места нету, братья, иншаллаху аля Они сегодня между нами, иншаллаху и это Наши ахиды, братья, мы в это верим И они будут проходить каждый раз Мимо ангелов и ангелы будут Говорить, что за прекрасная душа это Что за прекрасная душа И они будут говорить Это такой-то сын такого-то Поэтому, Отец, если ты хочешь, чтобы Твое имя упоминалось перед ангелами И говорили о твоем сыне таким образом Воспитывай праведного сына Тогда твое имя будет упомянуто также Среди этих ангелов Скажут, такой-то сын такого-то Такой-то, сын такого-то И они будут называть И будут они называть имена Самые прекрасные имена и названия Которые давали этому человеку в Дуне То есть каждый из нас Кто-то может про нас что-то плохое говорить А по-любому есть такой, как мама, папа, друзья, близкие Которые могут о тебе отозваться хорошо Говорят, машалла, брат наш, машалла Такой хороший, такой добрый со всеми и так далее И тому подобное Про другого говорят, такой храбрый Другого честный, смелый и так далее И они начинают описывать Всеми этими именами, которыми Когда только этого человека называли Нет Говорит И говорит До тех пор, пока они не дойдут до первого неба То есть до последнего неба Которое ближе к нам И попросят открыть их И им откроют И тогда То есть будут то же самое Будет происходить Каждые, каждые Небеса будет происходить То же самое Пока не дойдут они до последних небес До седьмых небес Запишите этого Моего раба В эллийин Эллийин, братья Мы знаем, что книги Где записи рабов Идутся, бывает Двух видов Какие, кто знает Есть эллийин И есть седжин Есть седжин В который будут записаны Грешники И на китабе И на фуджаре И седжин Аллах сказал Поясни грешники То есть запись грешников Ведется в седжин То есть поистине Запись Благих, то есть рабов И так далее То есть Будет вестись в Эллийин Откуда ты знаешь Что такое Эллийин То есть эта книга Называется Эллийин И говорит И верните его на землю Поясни Из нее я их создал И в нее они будут возвращены И из них я позову их обратно И когда эта душа Будет вернуть В ее же тело Обратно в могилу К ней придут Два ангела Которые посадят его Кто твой господь Кто тот Кому ты поклонялся На земле И он скажет Мой господь Это Аллах Они скажут ему вдвоем Какова твоя религия И ему скажут Что это за человек Который был Ниспослан к вам И он скажет Тогда Поистине Это посланник Аллаха И эти двое ангелов Скажут ему Откуда ты это все узнал И скажет этот человек И он скажет Я читал книгу Аллаха Уверовал в нее И поверил И подтвердил Правдивость Этого И тогда Воздастся Голос с небес Сказал правду Мой раб И скажет И постелите ему Из рая И оденьте его Из рая И откройте ему Дверь в рай То есть он будет Видеть свое место В раю И тогда ему И тогда ему придет Прекрасный запах Рая Прекрасный То есть ветерок Из рая И тогда Его могила Распространится На широту его взгляда То есть он будет Очень спокойно Себя чувствовать До самого Судного дня И придет ему Очень красивый человек Красивой одежде От которого будет Приятно пахнуть И этот человек Скажет ему Радуйся тому Чему радуются люди Вот он этот день Который был тебе обещан И скажут ему Кто ты такой Твое лицо Поистине лицо человека Который приходит Только с чем-то хорошим С чем-то благом С каким-то благом И этот человек скажет Я твои благие деяния Я те благие деяния Которые ты совершал На этом свете И этот человек Начнет взывать к Аллах И скажет О Аллах Побыстрее Сделай так Чтобы час наступил Намного быстрее Чтобы я вернулся К своей семье И вернулся К своему То есть Риску То есть к своему То есть тому Что было мне обещано И дальше Пророк Это что касается Братья верующего Раба Пусть Аллах Субхану Аталу Всех нас сделает Из числа верующих Рабов И говорит посланник Аллах С.А.С. И если говорит Кафир Или же даже Заходит сюда И грешник Когда он будет При смерти И вот-вот Уже одной ногой Как говорится В могиле К нему придут Ангелы Спустятся ангелы С черными лицами И у них С ними будет Такая грубая ткань Плащевка Такая И так же Они сядут От него далеко Далеко На широтую взгляда И придет к нему Ангел смерти Который сядет У его головы И скажет О скверная душа Выходи же К гневу Аллаха И недовольство Тобой И в этот момент Душа От испуга Братья Разойдется По всему телу Расплывется И он вырвет Ее из этого тела Братья Подобно тому Как вырываются Вилы Из мокрого Мокрой шерсти Вот представьте Себе Что-то железное Расческу Взять Положить В мокрую шерсть И вырвать Ее силой То есть с кусочками Этого Суфа То есть этой шерсти Вылет Очень страшно Будет Братья И эта душа Страха Вот так вот Разойдется По всему телу И говорит И как только Он ее возьмет Так же эти ангелы Придут и не оставят Ее в руках У него даже На мгновение ока И положат ее В эту грязную Твердую Холщевку Ткань И выйдет из нее Самый страшный Запах мертвичины Который только был Был на земле Почему в таких хадисах Приходит запах мертвичины Потому что говорят Даже это Биологи Не биологи И так далее Говорят То что нет Запаха противнее Для человека Чем Чем запах мертвичины Потому что его Ты не можешь выдержать Любой другой запах Даже извините Когда человек заходит Там в общественный И так далее Места уединений И так далее Там всегда бывает Особенно в наших странах Здесь Всегда бывает Чисто, грязно Не убрано Вони и так далее Но человек может Это вытерпеть Пока не выполнит свое То есть нужду там И не выйти так же Но братья среди трупов Когда что-то Кто-то видит Что что-то разлагается Человек не может К этому даже подходить Так же сразу То есть Рвотный рефлекс У человека бывает И так далее А тут Субхана говорит Что от этого человека Будет вонять Как самая страшная Мертвичина Которая только была На земле И они говорят То есть Возьмут его И начнут подниматься Вместе с ним И не будут Проходить они Мимо ангелов Кроме как Они скажут Что это за скверная душа И они будут говорить О отец Который не воспитывает Своя сына на исламе Они будут говорить Что это такой-то Сын такого-то Такой-то Сын такого-то Самые скверные имена Которые только Называли его На этом свете Пока они не дойдут До низких До самых То есть Ближних к нам Небес И они попросят Открыть эти небеса И им не будет То есть Неотвечно Не откроют И после этого Пророк Не будут Открыты им Небесные Врата И не зайдут Они в рай Пока Верблюд Не зайдет В иголье Ушка То есть Никогда в жизни Не зайдут Они Не будут Не почувствуют Они рая Запишите Этого Раба В седжин В самой Низкой Земле И они Тогда швырнут Его Душу Швырнут Обратно На землю Как Аллах Субхану Тааля Сказал Тот Кто Предаст Аллаху Субхану Тааля Сотоварищи То подобен Он тому Кого Сбросили С небес И его Один раз Может его Зацепить Какая-нибудь Птица Пока он летит Другого Или же Его Туда-сюда Вращает Ветер Пока Он Не достигнет Самого Далекого Места Его Душа Будет Возвращена В его Тело Братья Субханна С небес Бросит И она Упадет Обратно В его Тело И придут К нему Два Ангела Посадят Его И начнут Спрашивать Скажут Ему Кто Твой Господь И этот человек Скажет Я не знаю Он скажет Скажет ему Какова твоя религия Он скажет Я не знаю Также Скажет Кто был тот человек Который был Ниспослан вам И он скажет Я не знаю Или же В другом риваяте Как у оба Дауда Приходит То что он скажет Я слышал Как какие-то Люди Говорили Что-то И я Сказал Тоже Что И сказали Они И тогда Раздастся Голос Небес Солгал Сожмется Настолько Как Аллах Сказал И голень Войдет В голень В этот момент Братья То есть Настолько Страшно Раздробит Его Могила И так Он будет Ждать Судного Дня То есть Аллах Убережет Нас И вас От Этого Остановится Лето На этом Братья Тот Человек Которому Настолько То есть Все кости Переломаны И он Валяется Остановится Все это На этом Придет К нему Братья Человек С очень Некрасивым Лицом Очень Грязной Некрасивой Одежде Мунти Нуррих От Которого Будет Вонять Мертвичиной Обрайдуйся же Арабы говорят Обрадуйся Обшир Не в значении То есть Радоваться Чему-то Как Аллах Субхан Сказал Обрадуйся С верными Учениями Кто будет Радоваться С верным Учением То есть Это говорится Как бы С мубалих С чрезмерством В порицании То есть Если тебе Не просто Говорят То есть Тебе Будет Плохо А ты скажешь Радуйся Тебе Будет Сейчас Плохо То есть Этому Человеку Будет Двойне Обидно И этому Человеку Будет Так Сказано То что Радуйся Тому Что было Тебе Обещано Из Плохого Вот Он День Который Был Тебе Обещан Кто Ты Такой Твое Лицо Человека Который Приходит Только С чем То Плохим И Он Скажет Я Твои Плохие Деяния И Этот Человек Начнет Кричать О Аллах Сделай Так Чтобы Никогда Не То есть Никогда Не Приводи Час Отдари Мне От Часа Чтобы Часа Судного Часа Никогда Не Было Пусть Аллах Субхан Утар Убережет Нас От Наказания Могилы Братья Утман Рады Аллаху Плакал Рядом С Могилами Настолько Что У него Борода Становилась Мокрой И Люди Говорили Ты Плачешь Из-за Своих Плохих Деяний Или Почему Ты Плачешь Он Скал Поистине Я Боюсь Наказания Могилы Поистине Тот Кто Сдаст Этот Экзамен Дальше У него Все Будет Пост